Потрясающая пластика, великолепные костюмы, история стран Востока в танцах и хореографических композициях. Рапсодия в исполнении 33 лучших танцовщиц Казахстана заставляет зал взрываться бурными аплодисментами. Видеоряд вместо декораций. Интригу танцам добавляет потрясающее лазерное шоу и лиричные стихи, которые предваряют каждый выход балерины. На сцене областного драматического театра меняются эпохи и века. Перед ценителями балета разворачивается тайная жизнь индийских замков, открываются мечты японских девушек, страхи юных китаянок, задор восточных красавиц турецких гаремов. Среди балерин есть и уроженка Шимкента. На выступление Евгении Верховой пришли посмотреть ее многочисленные родные и друзья. Вы знаете, я как во сне. Я немножко, еще до меня не дошло. Я под каким-то впечатлением еще не поняла вообще сама ничего. Я еще завтра на повторный концерт, я уже, наверное, так сознательно буду смотреть, а сегодня я как во сне была. Я просто только глазами ее искала и у меня как-то это вот все плывет еще. Евгения выполняет несколько сольных партий в постановке «Восточная рапсодия». Говорит, что перевоплощаться на сцене совершенно несложно. Гораздо сложнее выступать перед семьей. Девушка, которой рукоплескали Париж и Будапешт, признается, гастроли в родной город были самыми ответственными. Это сегодняшняя гастроли, потому что я наконец-то приехала домой, меня увидели мои родные. Я столько лет уже в этой сфере и мама ни разу не видела еще, как я выступаю. Ну, не получалось. И наконец-то все-таки это случилось. И для меня это самое яркое впечатление, самые яркие гастроли. Полтора часа на сцене без перерывов и антракта. Даже знатоки балетного искусства уверены, это тяжелый труд и многочасовые тренировки на выносливость. В заключении рапсодии труппа показала отрывок из одноактного балета «Алем» о рождении души в муках и метаниях. Балерины буквально порхают на сцене, в очередной раз доказывая зрителям, что сказать то, что в сердце, можно и без слов. Спасибо.